всем привет очередная камера видеонаблюдения с алиэкспресс магазин анбеакс в такой вот упаковке приходит можно перепутать упаковку с упаковкой которая приходит с камерами x и май айси си приложения но это туя камера по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь qr-код уже есть можете сразу скачивать приложение устанавливать его на смартфон именно из коробки коробка не стандартно немного длиннее из-за того что камера вот так в таком вот варианте приходит очень краткая инструкция и говорит нам о том что камера легко устанавливаемая легко подключаемая легко настраиваемая в общем то все на английском языке но можно перевести в основном что по кронштейну показано как устанавливать где что располагается понятно приложение на котором работает и как подключать в общем то и все рекомендации камера может работать по кабелю по вайфаю и в общем то все такая вот инструкция интересный кронштейн для установки и очень удобный камера на него просто набрасывается дальше покажу и вот сама камера в этот раз мы получаем 3 мегапиксельный вариант камеры приложение для отслеживания работы с камерой удаленно туя smart и smart life это умные дома по сути и также они поддерживают камеры видеонаблюдения которые также могут работать в паре с различными устройствами сценарии на которые вы сделаете и данная камера как вы уже наверно поняли имеет вот такие боковые регулируемые вручную светодиодные небольшие прожекторы в этот раз когда-то я вам уже с прожекторами с такими боковыми и камеру показывал там прожекторы работали вместе с наклоном камеры здесь прожекторы работают поворотом камеры но с наклоном не работают наклон вы уже можете установить вручную как захотите и они будут освещать то есть в сторону будут поворачиваться а вот вниз вверх уже регулировка ручная белые led прожекторы говорит о том что камера имеет три ночных режима может работать чисто в черно-белом задействовать свои и к светодиоды 10 штук которые под вот этим вот темным стеклом имеются фотоэлемент переводит камеру в ночной режим как обычно и к фильтр переводит картинку в черно-белый режим и задействуются 10 и к светодиодов ночной подсветки заявленное расстояние работы 30 метров но по сути около 20 метров камера будет ночью видеть объектив 36 миллиметра обычная 3 мегапиксельная матрица камера из бюджетного диапазона и это вы должны понимать перейдя по ссылке под видео где я оставляю камера тут и ссылка кликайте и увидите в актуальную цену на данный момент видеонаблюдение на алиэкспрессе цены падают и какие-то акции бывают часто очень бывают акции поэтому заходите и смотрите актуальную стоимость поддержка карт памяти до 120 мегабайт 128 мегабайт и слот имеется здесь издавайте дальше комплектацию в комплекте уже идет блок питания 12 вольт 2 ампера как заявлено и по сути по весу тяжеленький он такой скорее всего есть муфтор джей 45 показывал я вам как ее устанавливать герметизировать разъем кабеля крепежные элементы можно использовать и карта памяти на 32 гигабайта которую вы можете выбрать там же на странице продавца есть вариант заказать данную камеру с 2 мегапиксельной матрицей из 3 с картами памяти он начиная от 32 гигабайт до 128 можете выбрать соответственно от этого будет зависеть стоимость и к вам придет на упаковке на кс наклейкой 32 гигабайта имеется в виду какая карта памяти идет в комплекте и также небольшая отвертка крестообразная вам не нужно уже никакие отвертки искать а именно она для откручивания вот этих вот двух саморезов перед подключением камеры настройки и и понятно желательно вставить карту памяти извлекаем вот эту вот крышку имеется герметизирующая прокладка здесь такой вот вариант большая она такая и слот под карту памяти и кнопка сброса к заводским установкам которую можно нажать нет отвертка не заходит но в нашем варианте кнопка сброса к заводским установкам есть также на кабеле и перед первым подключением желательно нажать удержать кнопку это когда уже камера будет включена на блоком питания в электричество в розетку и здесь показано как устанавливать карту памяти устанавливаем ее до фиксации фиксируется пальцем и также извлекается также нормально не надо никаких пинцетов иметь и здесь крышка ну да герметично все ну и плюс это все будет под козырьком редко когда наверно камера у вас будет на постоянку смотреть вниз ну и тут герметично я думаю затечь вода влага попасть не должна будет ну и еще интересный момент что за эту стоимость вы получаете камеру со слежением чисто за человеком определяет она силуэт человека и за ним следит но скорее всего как данная камера как и прошлая камера которая была без этих прожекторов будет следить чисто в одной плоскость это по опыту использования прошлой камеры из прошлого видео ссылку держите камера меньше более компактней также она имеет белые светодиоды только здесь внутри наверное меньше эффективно она ночью если хотите чтобы она работала в цвете и плюс светила своими прожекторами это скорее всего должна быть боль более эффективно ну и еще один интересный момент камера также ночью определяет человека и включает прожекторы переходит в цветной режим подсвечивает светит и плюс следит за человеком или же если вы не хотите чтобы так она работала можно эту функцию выключить поставить чисто в черно-белый режим камера не будет себя выдавать двухстороннее аудио имеется микрофон и встроенный динамик также по определению силуэта человека можно поставить чтоб камера еще включала сирену или же вашу фразу можно записать добро пожаловать или идите лесом и камера будет это проговаривать при том как определить силуэт человека функции очень много они уже есть во многих камерах но это я вам показываю именно тот бюджетный вариант который вы купите можно купить купить эту камеру как учебную но в основном ее пока такие камеры покупают и люди ими пользуются без всяких вопросов интересен кронштейн кронштейн мягкая подушка сзади устанавливаем на стену правда здесь нету а есть есть у но это красота вообще уровень есть устанавливаете на стену по уровню и потом просто прикрепляете крепите на три укрепления что вы там сделаете дюбеля или любили или же просто саморезами к дереву и потом набрасываете камеру камеру набросили и зафиксировали ее одним креплением одним крепежным элементом здесь сквозное идет можно закрепить зафиксировали и камера уже установлена в общем там если это если что можно и не фиксировать если вам нужен быстросъемный вариант сегодня здесь а завтра там просто накинули ее и она уже держится для надежности конечно нужно закрепить камера вай фай камера также может работать по кабелю и в чем прикол ну в зоне вай фай сети вашего вай фай роутера работы вы ее можете переносить быстро в любые в любое место приложение туя smart пользуюсь туя smart многие пользуются smart life на android на иос есть и вот приходят уведомления вы видели туя smart зарегистрируйтесь будет вас ваш аккаунт будешь будет ваш список устройств камера также поддерживает облака можно активировать облака понятно она платная по тарифам можно зайти посмотреть тарифы цены разные в зависимости от того тарифа который вы выберете и вот одна камера у меня уже есть но она не в сети сейчас лежит не подключена не работает а все что все в сети находятся устройства вот они у меня показаны дверь вход кухня дым спальня дым чердак дым вай фай датчики дыма которые работают как самостоятельные устройства это очень классно вай фай вать в датчики дыма уровень заряда батареи все можно просмотреть и просмотреть к то в каком состоянии какой из датчиков делал я по этим полезным умным датчиком видео переходите смотрите подключаю камеру ее блоком питания и первое подключение сделаем по кабель поисковой фай камера вай фай в последующем просто подключив кабель от роутера в разъем ржей 45 камеры камера автоматически перейдет на работу по кабелю подаю питание на камеру через ее блок питания блин о только выключил только выключил камеру думал какая-то проблема где-то нет контакта камера моргнула ярко своими белыми прожекторами и сказала welcome пошел тестовый режим так здесь в притирочку она проходит ну место есть тем более будет кронштейн место еще увеличится короче на английском говорит что подключайте qr-код используйте различные моменты в общем то можно и сбросить камеру для верности как я говорил к заводским установкам нажать и удержать кнопку до голосового сопровождения когда камера женским голосом скажет что настройки сброшены к заводу и отпустить но это больше десяти секунд около десяти секунд подержали и готова но по идее так как камера приглашает подключаться я начну подключаться нажму плюс выбираем видеонаблюдение умная умная камера диапазонный вай фай смарт камера вай фай умная камера make индикатор далее вай фай роутер выбираем если у вас будет список разных роутеров выбирайте тот который вам нужен и пароль вай фай а доступа к роутеру и жму далее и показываю qr-код именно тот о котором говорила готова услышал звуковой сигнал и пошло подключение именно это этом qr-коде нам говорила женщина в самом начале из камеры одно условие которое вы должны выдержать которая я сейчас которая я сейчас в общем то не совсем выдержал нужно чтоб камера все готово нужно чтоб при первом подключении вашем вот этом была камера и смартфон в непосредственной в непосредственной близости к вай фай роутеру у меня это через 2 2 перестенка как камеры вай фай роутер находится в другом месте вот уже даже пошли уведомления о движении я тут машу перед камерой и уже приходит уведомление камеру я еще даже вот не совсем настроил классная картинка посмотрите какая сочная сразу же картинка видно по моей красной футболки им по моей красной морде насыщенные очень классные цвета сигнал 99 процентов выдержать обязательно четкий сигнал вай фай при подключении посмотрите небольшая задержка есть но это именно та задержка которая допустима при работе вай фай камер айпи камер в hd качестве сразу стоит ну понятно в домашней сети раз два три 4 5 намного качественней предыдущей камеры микрофон установлен не знаю может мне так кажется но на прошлой камере не совсем мне это дело понравилось на этой очень хорошо посмотрите какая четкая картинка блин бомба вам оценять многие говорят что ты хвалишь это реально мои эмоции то что я вижу то я вам и рассказываю показываю учитывать нужно стоимость данной камеры и оценять ее качество и потом по итогу делать выводы я это все делаю вот в процессе повороты ну классно быстро она махает головой так бывают моменты или здесь с чувствительностью работы моих пальцев ну и что еще классно вот они заявляют это не оптический зум а четырехкратный цифровой но удобно им пользоваться посмотрите приближается картинка ну я скажу что вот 4 все качество практически не теряется хорошее качество при вот этом вот цифровом зуме сохраняется хорошее качество это очень классно вы можете просто вот так приблизить свой автомобиль например камеру вы купили для слежением за автомобилем с балкона вашего и все заставили так в таком вот с таким зумом камера будет писать сохранять на карте памяти ролики сюжеты или же убрать зум объектив 36 миллиметра стандартный объектив установлен в камере давайте раз два три 4 1 2 3 4 5 ну не не совсем по можно даже так говорить раз два три 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 я выключил просто звук чтобы не было вот этого чересчур большого эха так как мы находимся вместе все устройства поэтому такое есть ну вы слышите вот работа динамика вполне таки качественно передаются фразы не супер но как для камеры видеонаблюдения это отличное аудио двухсторонние и можно не удерживая клавишу вести переговоры включили включили звук вы слышите собеседника и тут же можете его перебивать говорить ему в ответ что-то не нужно вот это как в режиме рации все работает так также есть пресеты имя объекта 6 пресетов поворачиваете камеру кликаете пишите там автомобиль повернули в другое место камеру магазин встретив 6 мест и потом сохраняйте и можно тур устраивать камера будет по этим пресетом поворачиваться через какое-то время и работать ну и соответственно писать на карту памяти все эти повороты и свои дела облачное хранилище в общем-то приложение вполне достойно вот таком вот черном цвете классном ну и ничего лишнего нету фото видео записать именно в папку смартфона вот я сейчас кликнул сохранилась и я потом в папку смартфона зайду в папку приложения и у меня там все будет включу вот например запись видео запись пошла и потом я зайду на видео кликнул и будет идти воспроизведение приходят уведомления насколько это возможно потому что ну я тут постоянно в шевелении поэтому камера не успевает постоянно присылать а через какое-то время заданное уведомление движение приходят время дата все есть так тут у нас что а вот так вот понял все камеры просмотр видео с нескольких камер на одном экране понял смотрите таком вот например работаю я здесь в приложении вот онлайн картинка с камеры здесь или же так кстати давайте выйдем вот такая вот можно сделать фото как на этой камере я сделал фото сфотографировать эту камеру и вы будете различать ее списке устройств ну и также назвать ее можно своим именем все сейчас по стандартно у меня здесь закрепилась и вот загрузка смотрите как происходит огромный плюс еще что я часто вам уже говорю в последних своих видео камера хорошо работает но немаловажно это приложение которое поддерживает камера с которым работает камера приложение те которые тормозят и висят то грош цена и до этой камере сколько она не стоила камера дешевая вот как это рабочая вполне таки хорошее приложение с быстрым откликом без подвисаний в любой момент открывающаяся быстро с любого интернета и плюс вовремя приходящее уведомление это огромный плюс туя пока работает очень классно и нужно этим пользоваться на уровне наверное секс и май айсиси икс и май может даже в как в каком-то моменте и лучше по настройкам камера все те же настройки альбом просмотр нескольких экранов повтор именно повтор это мы заходим на карту памяти настройки информация об устройстве понятно вам там айди камеры информация дата выпуска прошивка вся информация мгновенные сына сценарий и автоматизация это то что я вам про умный дом рассказывал то если у вас несколько устройств будет можно объединять если например просто вам нужна камера или несколько камер вы можете этот умный дом ту я просто использовать как средство для удаленного видеонаблюдения одна камера тую поставили приложение в списке устройств у вас одна камера если вам это хватает вы работаете с ней со временем докупили гирконы на открытие дверей на открытии окон также установили прописали их в умном доме уже у вас больше устройств также приходят уведомления по открытию двери и также приходит уведомлении в это же приложение с камеры что какие-то движения открылась дверь включилась камера присылает вам и дверь уведомления об открытии и камера о том что какое-то движение перед дверью есть ну вполне таки нормально все работает основной набор функций режим разговора двухстороннее аудио односторонний режим связи переверните экран отображение времени водяным знаком можно убрать режим ночного видения как я говорил автоматический обнаруживает человека включает светодиоды то есть прожекторы свои и переходит в цветной режим какое-то время человек ушел какое-то время в этом режиме работает опять выключает прожектор и переходит в инфракрасный режим имеется ввиду черно-белый задействованием и к светодиодов или цветной режим постоянно кстати вот он вот так вот светят днем вот эти вот прожекторы ну так надо выключать потому что реально глаза по глазам дает и вот в автор режим возвращаюсь я светодиоды таким вот светофильтром закрыты рассеянным белым пластиковым и такой рассеянный белый свет мы получаем ну это ночью будем видеть но не супер мощная сразу скажу но как дачной для ночной картинки установив камеру на небольшую высоту вы это должны понимать что данная камера этих прожекторов не хватит для освещения территории например с 5 или с 10 этажа ну вот до 5 может что-то и будет видно там выше 5 может камера просто будет светить вниз и кого-то одну привлекать внимание что кто-то там светит или из окна или с балкона фонарями ну а посвящать какую-то территорию понятно с большой высоты она не сможет ну и также настройка оповещения при обнаружении отслеживания движения именно в этом же разделе слежение включим но потом чувствительность также можно устанавливать различную и по графику настройка оповещения по графику и наверное слежение по графику можно ставить то есть на ночью не нужно вам слежение которое работает не так адекватно как днем это нам всем понятно при плохой видимости можно слежение отключить будет настройки хранилища приобрести опцию но что-то здесь связано с облаком это облака скорее всего он онлайн оффлайн уведомление тоже можно включить какое-то не знаю не пробовал я еще если честно общий доступ к другим устройствам добавить на главный экран обновления нет доступных обновлений кстати все живое обновляется через какое-то время обновления приходят и можно все обновлять нет доступных обновлений обеспечить устройство то есть если вы включите может а в автомате обновляться камера но нежелательно включать потому что при обновлении камеры нужно постоянное бесперебойное питание если вы гарантируете это можете включить камеру в автомат в обновлении она будет обновляться при появлении обновления но лучше самому заходить как по мне иногда проверять ну и обеспечивать и бесперебойное питание и обновлять ее под вашим присмотром так сказать перезапустить устройство удалить устройство это все понятно перезапустить устройство также можно удаленно если ну добив вы можете добиться достучаться до устройства если она в онлайне ну и также с этого приложения взял я смартфон подключился к другому интернету в гостях на работе уехал в отпуск интернет есть камера вещает в интернет я на нее смогу зайти и смотрите данная камера также имеет работу четкую экспозиции от освещенности вот даже по руке это видно убираю я руку камера раз и подстраивается под освещенность очень классно также чтоб режим отслеживания быстро заходить в него вот здесь внизу есть еще значки объекты и патрулирования кликаем сразу отслеживание движения ставим переключатель на зеленое положение и камера идет ведет слежку чтобы поставить место заданное в которое вы хотите чтобы камера после слежения вернулась нужно именно это место поставить зафиксировать и потом включить отслеживание камеры функцию и камера тогда будет возвращаться в это место по той камере я проверял все четко за день она не потеряла это место как вот с бюджетными камерами прошлыми было такой вариант что за день менялась местоположение автоматически камера уже не туда возвращалась куда нужно это возвращается именно в то же место и вот приходят как видите уведомление такая-то камера has detect moment открываю настройки три точки повтор имеется в виду ну вот да на карту памяти зашел все отлично по календарю можно выбирать у меня вот один день ну сегодня вот так же в настройках немаловажный пункт хранилище и настройки хранилища это именно по информация по карте общая мощность 29 использована 017 гиг оставшаяся емкость есть переключить запись на карту стоит режим записи запись событий или же постоянка все понятно и форматирование карты памяти но так как камера то есть карта запустилась проверял я только что пошла она все нормально то можно ее и не форматировать ну а первоначально если вы карту устанавливаете желательно отформатировать именно карту установленную в камеру установил камеру на улицу очень классная картинка ну и сразу о минусах первый минус данной камеры что у нее не поддерживает она он вив протокол это минус как для меня как для человека который дома имеет систему видеонаблюдения имею видеорегистратор и хотелось бы конечно чтобы эту камеру можно было выводить на видеорегистратор но для тех кто кому нужна вот одна камера просто одна камера и смотрите сразу же человек на большом расстоянии она его увидела определила отследила и прислала вам уведомление и все это происходит очень быстро без всяких задержек очень классно на монитор видеорегистратора не могу я ее вывести это один из минусов но для тех кому нужна вот одна камера кто не имеет видеорегистратора в приложении вы привыкли работать вот на смартфоне например на компьютере можно также туя поставить приложение и будет она будете отслеживать но с видеорегистратором ее видеорегистратор ее не видит попросту говоря это конечно один из минусов второй минус нету слежения по вертикали по горизонтали следит по вертикали слежения нету тоже один из минусов камера не следит за движущимися автомобилями как вы видите но она отслеживает велосипедистов проехал велосипедист и за ним камера поворачивалась прислала мне уведомление что был человек по этому движению как видите вы камера не присылает уведомлений можете поставить так именно по человеку можете поставить все уведомления по всяким движением то есть варианты есть и вот это именно классно все работает звук также слышь может слышите вы или нет потому что микрофон на мне прикреплен внешний я вот слышу звук со смартфона сижу смартфон на подставке и веду такое себе видеонаблюдение понятно что можно открыть картинку на весь экран и следить за обстановкой таким вот образом сразу скажу что очень хорошая детализация хорошая установлена матрица хоть и бюджетная и хороший установлен объектив это видно по картинке вот по детализации плитка все четко резкость хорошая цвета насыщенные с этим вообще вопросов нету на свою стоимость камера именно вот так можно еще значки убрать камера показывает отличную хорошую картинку выдает вам ну и немаловажно что после каждого слежения камера возвращается в свое место здесь с этим вопросов нету такой вот через четырехкратный цифровой зум можно наблюдать и на смартфоне там уже слишком далеко метров 30 наверно до магазина камера людей не видит вот именно тот самый момент когда вы можете включить запись на смартфоне какое-то событие вас заинтересовало движение в онлайне открыли вы видите что камера за кем-то следить кликнули на значок включили идет запись камера пишет на карту памяти и вы дублируете запись на папку смартфона но потом также при просмотре с камеры ролика вы можете при просмотре включить также запись то есть удаленно вы зашли на карту памяти выбрали ролик просматриваете его и тут же включили запись на сохраняете на при просмотре на папку смартфона тоже очень классно на улице стемнело запускаю приложение видите как быстро все открывается открываю камеру и черно-белая картинка в хорошем качестве уже я просматривал ее рассматривал и скажу вам что картинка на очень достойном уровне картинка по всей плоскости чистая в шумы видны вот сейчас я начинаю присматриваться что шумы немного видны недостаточная освещенность и видно шумы ну что есть то вам и показываю но качество картинки нормальная картинка все также резкая не расплывчатая предметы вон магазин даже надпись можно далеко вот там вон прочитать камера стоит час в автомате проходит человек включает переходит в цвет включает свои прожектора и провожает человека пока в кадре нету ни людей никого давайте посмотрим карту памяти может там есть какие-то записи по этому поводу карта памяти открывается с первого ролика дня на который вы выбрали на календаре и временную шкалу просто нужно протаскивать и вон ролики есть по велосипедистам различным по людям все записано и в хорошем качестве со слежением со звуком можно воспроизводить далее постараюсь вам оригиналы выложить вот видно камера ведет очень плавное слежение очень классная жаль вот минус один что в одной плоскости только только все это происходит ну и что нас интересует давайте ближе к темноте какие ролики ролики тревожные вот записаны именно синие полосы это тревожные ролики вот уже сумерки наступают также хорошая картинка давайте еще больше в темноту проехал мопед мопедист проехал и камера за ним отреагировала на него но он быстро проехал она только раз чуть-чуть проследила и повернулась уже на вернулась на место ну вот человек идет уже камера перешла в черно-белый поставил я ее века режим чтобы она не включала светодиоды при этом вот в этот момент как раз и велась запись поэтому камера не переходила на хорошее расстояние вот что я могу отметить что на хорошем расстоянии и далеко следит за человеком камера расстояние очень большое для слежки человек кстати вон в кустах идет и камера ну я так понимаю что да 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 на этих людей вот среагировала давайте еще вот один минус почему-то при просмотре потом опять возвращается камера в начало дня не пойму почему это так опять нужно проматывать проматывать и проматывать так давайте посмотрим из последних может кто-то проходил автомобиль проезжает ну такое бывают моменты что камера чудит то есть не что-то не кажется определяет она вот вот именно тот момент идет человек смотрите с большого расстояния она его узнает включает белые прожектора свои ну и тут что у нас нет не потеряла пытается догнать потеряла и это уже следующий ролик и главное что что я еще заметил есть предзапись предзапись есть небольшая предзапись есть не по факту когда человек уже определенный и она начинает запись а сохраняет еще кусочек перед тем как определила силуэт человека возвращается на место вот сейчас также но вот тут я не знаю вы выбираете сами мне кажется что в режиме черно-белом камера больше луи лучше и дальше следит хотя в цветном тоже следить также за человеком который он наш возле перекрестка стоит тут уже выбирать вам нужно самому в черно-белом то есть в цветном режиме даже с задействованием своих прожекторов картинка ну не то все равно снижает видность шумы ну и вот бывает она реагирует не знаю может она определила водителя в машине ну вот так вот сейчас подумалось есть что там где-то человек находится бывают ложные сработки ночью днем их конечно меньше сейчас вот камера работает в цвете ну эта камера не передаст конечно со смартфона вот я глазами смотрю картинка более лучше за это с задействованием ее прожекторов вот сейчас она перешла в черно-белый режим этот этот режим в общем так хорош нас на свои деньги опять же но вы уже будете сами себе выбирать по факту установки на вашей территории настраивать так говорит как говорится под свою территорию какой режим лучше ну и стандартно повернул я камеру во двор сейчас она в черно-белом режиме задействованием и к светодиодов работает и иду я попадаю ее объектив должна она меня определить как человека и зажечь свои прожекторы очень моментально это произошло ну классно посмотрите не знаю камера передаст или нет отличный свет мощный не так казалось мне что днем что они очень яркие думала непосредственно будут светить но реально освещает хорошую территорию свет рассеянный и четкий такой мягкий не синевой а желтизной а и камера еще 6 следит за мной вот поворачивается жаль конечно что только в одной плоскости очень жаль была камера конечно на другом уровне если по на еще и следила по горизонтали и по по вертикали нет не хочет вот я под нее захожу под нее захожу и она не хочет только по горизонтали следит но прожекторы очень классные достойно кому нужна камера прожектор вот посмотрите как она светит реально классно освещает ну и четкая картинка в таком вот режиме вот я хожу и четко себя распознаю видно и лица и лицо мое и все все четко немного шумы есть но не критично кстати вот только сейчас появилась возможность выйти на улицу целый день жара в тени до 34 было градусов и камера справилась без проблем нет них пропусков нету на записи что камера вырубалась или пропадала из сети очень понравился кронштейн очень удобно устанавливать его вполне таки он надежный аккуратно пользоваться камеру очень быстро и безопасно устанавливать то что ее не размечаешь место именно с камерой а уже по факту прикрепил кронштейн по уровню камеру в него посадил очень удобно и зафиксировал это реально классно ну и по камере все видите на видео как по мне отличный вариант за свои деньги минусы я вам сказал какие кстати вот регулировка вручную этих прожекторов это не есть минусом они реально дают рассеянный свет понятно что не на большое расстояние но свет от них реально классный направили один раз куда вам нужно их и они вам будут подсвечивать на сегодня все ссылку на камеру оставляю и на все гаджеты полезные камеры что связано с системами видеонаблюдения все ссылки то что я тестирую чем пользуюсь и показываю вам оставляю в описании к видео переходите смотрите актуальные цены на данные товары также смотрите мои видео обзоры чтобы посоветовать хотите ко мне обратиться в адрес электронной почты оставляю помогу вам подобрать оборудование на алиэкспресс камеры различные и дам вам ссылки в описании к видео все ссылки группа в телеграме чат сделал специально по вашим просьбам также заходите ссылка будет также под видео на сегодня все всем удачи и до следующих видео и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...